Это инструмент, который воздействует на эмоции зрителя. Ну, как и музыка, и картины, и так далее, и так далее. И наша задача вытащить эти эмоции, показать состояние, погрузить зрителя в эти состояния. Детали, фактура, жесты. Это тоже супер важная вещь. Фактура. Фактура, это как раз в одной из квартир, которые снимаются риски нелегално. Детали очень много рассказывают про быт, про жизнь, и дают более развернутую картину. Того, что происходит с человеком, как он живет, какие у него проблемы, или там нет проблем. Стул мне показался очень восточным. Я ничего не трогала, в принципе, нет для одного кадра постановочного. Все так и стояло, и просто парень сел, там рядом, и на кровать. Какая-то штука, он ее пьет, просто литрами. Он меня, ну, в смысле, не пригласил домой, я напросилась домой. Я каждый раз, снимая историю про сирийцев, просилась к ним домой. Ну, как раз для того, чтобы показать, как они живут. Ну, в этой России, какие у них условия, и так далее. Потому что, ну, попасть на фабрики, прям, на фабрики-фабрики было, ну, будет стратически сложно, и, в общем-то, очень опасно. Если брать в целом. Вот, поэтому я рассказывала эту историю через людей, через там их взгляды, через их быт, и так далее. Отправительные вещи, он ее пьет просто в невероятных количествах. Меня тоже угощал, я еле там удавилась. И, в общем, если вам предлагают пить невкусное питье, пейте. Если вам предлагают есть мясо, а вы не едите мясо, ешьте мясо. Женство. Нужно стараться ловить вот эти все детали, и, ну, там, состояние тела, вашему миру, и так далее, для того, чтобы передать, все передать, предмет. Вот. Не все среди соглашались сниматься, и я искала какие-то вещи. Не у всех были, кстати говоря, там, фотографии с Родиной, или что-то вроде, но я старалась найти отсыл на Алеппо, на войну, и так далее. Вот. И парень показывает фотографии своего брата, который погиб на войне. Ну, это прям очень важная карточка. Она, ну, не суперкруто технически сделана, но, так или иначе, она публикуется везде, и она, за счет нее, в истории, ну, вот, в целом визуальном ряде, появляется отсыл к войне. И о том, что, ну, плюс, конечно, капшин, о том, что происходит. Вот. Незрячие ребята занимаются спортом. Кубик Рубика с точечками. Ну, тоже незрячий. Крайб. Это супер важный момент. Прям, наверное, важнейший из всех. Так, для того, чтобы зритель прореагировал на вашу работу, ему нужно почувствовать, ну, себя таким же, в общем-то, отчасти. И тут уж, ну, как бы, что вы найдете, что связывает обычного человека, чем может быть обычный человек похож на человека с инклюзией. Ну, ребята там любят друг друга и едут за ручку в метро, держатся. И, ну, может быть, это, конечно, вам не девчащий что-то говорит, но когда ты находишь вот такие вот трогательные детали, ну, это тоже все очень хорошо работает. Девочка с кошечкой, это тоже в тамбове. Без кошечек, фотографии, да. В этом интерьере у сирийских ребят какой-то мишка, он был, я не помню уже толком, то ли он кому-то был куплен, то ли его купили, ну, чтобы отвезти потом или передать, там, детям в Алеппо. И вот он, ну, мне кажется, это очень яркая такая деталь. Он висит запакованный, видите, в целлофане, вот, и такой весь. Но это тоже все трогает. Это, ну, очень хорошо работает. Если, ну, если у вас там нет плачащего человека в кадре, что, в общем-то, сильный штамп, ищите детали, трогательные детали, трогательные моменты, которые, ну, будут располагать зрителя. И, ну, и, в общем, он почувствует, что он такой же, как, не знаю, сирийский нелегал, ну, например. Мы несколько раз публиковали эту историю с сирийцами, и первый раз публиковали с Антоном Кравцом, пишущим замечательный парень. В общем, он написал текст про все вот это дело. И репортаж вышел на послете. Он сильно затронул все эти проблемы, про то, как невозможно выживать этому несчастному сирийцу, ну, в России, которая вообще не идет навстречу абсолютно. Очень много фактуры набрал, там, тараканы ползли по кухне, что-то еще, и обожженная нога одного из парня, который, ну, вот, уехал от войны для того, чтобы там выжить и попробовать помочь своей семье, заработав какие-то деньги здесь и переслав. Он набрал, набрал это все, и текст такой был по-антоновски жесткий. Вот. А второй раз на эту же тему писала девочка из «Русского репортера», и я недавно прочитала, прочитала, собственно, ее текст, когда мы публиковали. И история совершенно другая. Под все те же картинки написан другой текст. Очень-очень трогательный. Проблемы тоже затронуты, но там нет этой жести, нету грязи, ее гораздо меньше. Она рассказывает про то, что все эти сирийцы, они, ну, такие же, как мы с вами. И там куча, куча деталей, там, женщина с колясочкой, что-то еще, парень нюхает листочек Мирта, потому что скучает по родине, ну, и так далее, и все. Я прочитала и подумала, ну, как круто, как круто она сделала. Просто потому что, во-первых, если нет слишком много грязи, это все воспринимается гораздо легче. Это очень важно. Человеку, ну, нашей аудитории, нужно, его не нужно гнобить, его не нужно вжимать, растаптывать и говорить, посмотри, плохо, а тебе хорошо. Ты сидишь в Москве, не знаю, в кафе на Покровке, и там ешь свой круассан, а вот люди страдают. Ну, и так понятно, что там социальные положения разные, проблемы разные. Нужно искать точки пересечения. Так вот, текст этой девушки, он создает ощущение того, что это такие же люди. Ну, а она их очень очаровательно описывает, ну, поддевчачьи фактурно. Ты читаешь и понимаешь, что, блин, ну, а я так там не относилась до этого к этим ребятам. Ну, например. Или кто-то прочитает, мне кажется, ну, какой-то процент людей, воспринявший эту историю, ну, он немножко поменяет свое отношение к какому-нибудь таджику, который будет рядом проходить в метро. Ну, он просто на него посмотрит, вспомнит текст, ну, или как-нибудь так. В общем, все, все это работает. Гораздо проще донести через, ну, через что-то приятное свою идею. Ну, несмотря на то, что мы с вами говорим, там, ну, как правило, о каких-то тяжелых ситуациях, ну, и нелегких путях, и, ну, и так далее. Все равно в этом есть какая-то надежда. Вот итог. Портрет — это очень важная часть, и, ну, надо очень, нужно очень следить за тем, что происходит в кадре. Следить за реакциями человека. Если он смотрит в камеру, вы понимаете, что его это зажимает, то, что ему сложно смотреть в камеру и быть естественным, просите его не смотреть в камеру. Разговаривайте с ним, пока на него смотрит огромный, огромный объектив или неогромный объектив. Разговаривайте, отвлекайте его, вот, ловите какие-то моменты, обращайте внимание на фон, ну, и так далее, на свет, как он работает. Ну, если парня поставить там на два шага назад, то он провалится к теме, ну, это понятно. То есть мы с вами должны использовать максимум из того, что он нам дает, ну, в общем, какие у нас, какие мы имеем условия в данный момент. Снимать со вспышкой, ну, не всегда получается, и, ну, вспышки — здесь как раздражительный фактор. Можно эти гораздо более интересный с тобой рисунок, просто, ну, просто чуть поразмыслив и прикинув, куда вы переставили человека. Вот. Ну, и, конечно, ну, не бойтесь походить. Чем крупнее, тем ближе. Используйте широкий угол, это такой рецепт, ну, не знаю, самых продатых фотографов. Чем шире угол, ну, там, 32, например, тем больше ощущение у зрителя, ну, то, что он стоит рядом, то, что он находится в этой ситуации. Если вы работаете на длиннофокусных объективах, ощущение будет уже немножко не то. Ну, прям совсем не то. Будет ощущение, что, ну, как бы, вы просто смотрите в позорную трубу. Чем ближе вы подходите, тем, ну, как бы, будет визуальное ощущение того, что, ну, как бы, человек уже, уже там. Человек смотрит там на парня, а парень смотрит на него. Ну, вернее, он не смотрит, но так или иначе. Плюс, когда вы находитесь рядом с человеком и снимаете портрет, он реагирует на вас. Он реагирует на вас, можно схитрить и начать говорить, ну, допустим, вытянуть ему на какую-то эмоцию, что-то затронуть в разговоре из того, что, ну, как бы, уже было сказано. И вы понимаете, что там это на него действует каким-то образом. Ну, я надеюсь, вы понимаете, о чем я. Надо искать детали. Девочка. Девочка мне очень нравится. Это, как бы, в общем-то, случайность. На то, как она натянула кофту, ну, как бы, все, ну, везде есть отсыл на то, что, ну, там, девочка есть, и еще у нее, наверное, приболел оспой. Какая-то такая деталь. Немножко мистическая. То, чего с ними носили. Вот, ну, как бы, то же состояние. Парни отреагировали на меня, не на камеру. Ну, а это мне что-то говорил. В общем, я уже не помню, что она, с кем-то меня сравнивал, или... Вот. И, ну, и, конечно, эмоции. Ну, я говорила о том, что нужно дать надежду. И это, ну, это правда, очень важно. Я снимала про сирийцев, и я очень много снимала у детей. Именно потому, что, ну, как бы, дети в этом комьюнити, они свободны, они легко ассимилируются, у них все будет око. это такое светлое будущее, в общем-то. Об этом, ну, стоит всегда говорить. Ну, и последний момент. И такая моя личная история небольшой, ну, не знаю, ошибки или не ошибки. Ну, скорее, скорее, да. Как я нащупывала материал, и из него ничего не вышло. Это самое важное в нашей работе. Прямо, что бы вы ни делали, что бы вы ни снимали, вы думаете о том, ну, как будет человек выглядеть, когда вы это публикуете, ну, какой он на вашей фотографии, и как эта фотография в итоге может повлиять на его дальнейшую судьбу. Парни зовут Акира, он из детского дома, и я его нашла год назад, совершенно случайно. Я искала какую-то тему для нового проекта, тема не шла, не шла, не шла, и тут мне хоп знакомый пишет, типа, смотри, какую татуировку он сделал себе на лице, там, мой знакомый. Меня это зацепило, и мне стало интересно, но не каждый человек пойдет и набьет себе на лицо такую татуху. Я подумала, что здесь есть история, здесь есть какой-то, ну, подтекст и так далее. Вот. И история, в общем-то, в том, что, ну, парень, парень только-только вышел из детского дома, ему дали квартиру, и ему 20 лет, ну, вот, на момент съемки, до 23-х ребята находятся под социальной опекой. И за ними, ну, достаточно жестко наблюдают и смотрят, там, если у тебя все хорошо, ты примерно себя ведешь, там, устроился на работу, что ты делаешь, то, ну, все прекрасно, там, добрый путь, в 20-30 остается эта квартира, которую тебе дали. И, в общем, живи, живи как можешь. Вот. Если что-то идет не так, ну, в общем, всякие случаи неприятные бывают, и, ну, вплоть до того, что там начинается суд насчет этой квартиры или ее просто отнимают. Ну, за эту татуировку очень легко угодить в дурку. Прям, ну, моментально. Несмотря на то, что ты уже не в детском доме. Катя Нинашева поднимала эту тему про то, что, ну, никто не знает, мало кто знает о том, что это достаточно популярная практика в детских домах. За какое-то непослушание ребята отправляют в дурку. Ну, их там, естественно, обкалывают и так далее. Я был в дурдоме несколько раз за драку, за какие-то нервные срывы. Еще он мне рассказывал историю про то, как он с кем-то пругался, ему насралят под подушку. Ну, парень приходит, там, вечером ложится с пальцев, а там говно. Ну, как бы, естественно, у каждого, там, случился какой-то эмоциональный всплеск. Вот. И он еще раз углаждает в дурдом. Ну, и тут он бьет себе татуировку, и я думаю, блин, вот у него сейчас будут отбирать квартиру, а я так сниму, да как напишу про то, что парень применяемый, это его лицо, и он, как бы, вправе делать с ним все, что хочет, и так далее. И вообще, отстаньте от него, а сейчас я ему помогу. Я с ним встречаюсь, и я с ним провела почти сутки, снимала его, мы много разговаривали, я писала там какие-то ауди, разговаривали о том, ну, как бы, что было в детском доме, о том, что происходит сейчас, про родителей, ну, и, к сожалению, в какой-то момент, ну, фактически сразу, стало понятно то, что, ну, парни, правда, поехали к катушке, и он не виноват в этом, но, ну, как бы, несколько там курсов этой терапии, в общем, ну, и прочее, и прочее, и он действительно не совсем меняемый, то есть, если начнется, ну, там, суд над ним из-за этой татуировки, у него захотят отнять квартиру, признать его не, ну, не вменяемым, то это будет сделать проще простого, но, к сожалению, и это вот история про человека, который нигде не нужен, он не интересен как герой репортажа, я ничем не смогу помочь, и я предлагала про него снимать кино своей подруге, которая занимается в дом кино, и она тоже встала в этот же дупик, и, ну, это грустная история, в которой конфликта как раз нет, ну, про то, как, ну, просто про то, что все очень плохо, вот, ну, и, ну, вот, есть как есть, больше ничего, и в итоге, ну, я с ним начала общаться, там, вошла в доверие, и так далее, говорю, ну, провела с ним день, и говорю, ну, давай еще там поснимаемся, ну, у меня была достаточно плотная загруженность, я не понимала, в какой день я дальше с ним встречусь, и вообще мне нужно было, ну, крепко обдумать, то, что, что это за тема, как вообще с ней работать, стоит ли с ней работать, вот, ну, я на фон, типа, что давай через неделю, и он начал писать каждый день, каждый день писать, звонить, спрашивать, ты говоришь, я пока не знаю, я отвечу там в конце недели, и он пишет, 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 и просто потому, что, просто потому, что, ну, ему было легко начать воспринимать меня как друга, потому, потому, что я не представляла никакой опасности для него, потому, что весь остальной окружающий мир, парень абсолютно не приспособлен к жизни, к жизни в социуме, он, знаете, такой, ну, психологически жертвой изначально, и, набив себе эту татуировку, ну, он вообще загибает на себя кучу агрессии, непонимания, слишком большое внимание, которое ему сильно вредит, ну, вот, и я думала, что с ним делать, и он все писал-писал, звонил-звонил, и в итоге я решила с ним больше не встречаться, просто потому, что, ну, это была бы лишняя привязанность, я не могу контролировать, я могу контролировать свои реакции на человека, но его, на меня, никак, я не могу с ним работать никак, ни в каком другом формате, он мне просто не откроется, если я скажу, стоп, мы не друзья, я, типа, левый человек с камерой, сейчас тебя пофоткаю, и тебе хорошо будет, это не работает, ну, ты не совсем говоришь, что привет, я твой друг, и буду с тобой, ну, всю оставшуюся жизнь и поддержу, но так или иначе, ты предлагаешь помощь, это сильно располагает, и, ну, и здесь была непонятная его реакция дальнейшая, там, мне не хотелось связывать свою жизнь с ним, и как-то, ну, помогать ему, потому что, в общем-то, нечем было помочь, вот, уделять ему много времени и внимания, и, ну, и, в общем, я решила не снимать, просто из-за того, что, ну, там, парень мог расстроиться из-за окна выйти, ну, например, самый худший расклад, ты не знаешь, чего ожидать в таких ситуациях, поэтому, не навреди, самое главное, заплесь, и вот, на этом у меня все. что, в принципе, помочь,